Всегда интересно открывать для себя неизведанное, тем более то, что находится у тебя под боком, и мимо чего ты ранее просто проезжал. Жил когда-то и я в доме на набережной, в доме номер 16, но 12 лет назад это был другой дом, да и другой Магнитогорск. Мы медленно и не с темпами областных центров трансформируемся к нормальной жизни, в которой есть место к качественному досугу, конкурентной и, соответственно, дешевой торговли, доступным и распространенным кафе и ресторанам. Процесс, конечно, идет, но знакомим мы вас с достойнейшими в первую очередь, а стимул есть и у остальных. Мусульманская кухня, она рассчитана не только на мусульман, но, в общем-то, на все национальности, потому что у нее хотя бы есть свои отличительные особенности, она готовится из разрешенного мяса, скажем так, более легкого по усвояемости, а так, в общем-то, могут любые национальности. Что у нас есть на каждый день, что готовится, что томится, что действительно вкусно, что вы рекомендуете? Каждый день у нас в меню есть такие мусульманские блюда, как плов, лагман, манты, самса, ну и есть часть европейских блюд, хотя европейские, опять же, хотим уточнить, что готовятся из мяса конины, баранины и говядины, что не во всех заведениях нашего города, не только нашего города, но и Челябинской области. Есть целая куча очень хороших праздников, которые мы сейчас только узнаем, как-то поминки, как-то именно речения. Есть ли какие-то особенности приготовления этих праздничных блюд и так, чтобы молодые мусульмане, молодые ребята, которые, ну, следуют Корану, просто не заморачивались, приходили сюда, заказывали? Да, мы проводим мусульманские праздники, такие как Миджлис, именно речения Никах и многие другие, также там свадьбы, юбилеи. Есть определенные традиции, которые мы соблюдаем и готовим согласно мусульманским традициям, то есть определенный набор блюд. Пожалуй, только окунувшись в историю, начинаешь понимать, что мы здесь гости. 375 тысяч горожан, выросших из 25 тысяч типа добровольцев и в два раза большего количества спецпереселенцев, отправленных на территорию башкир, нагайбаков, татар и казахов, людей другой веры и других традиций, строить металлургический гигант. Но сейчас, когда уже экономическая ситуация заставила выключить кнопку войны 41-го и постоянной гонки за рентабельностью, мы можем не спеша и в уютном месте понять культуру гостеприимной территории и наших соседей, и по подъезду в том числе. Так получилось, что мы живем в интересной стране, да? В каждом классе Магнитогорска был Шерифулин, был Минязев, был Ахунов, и мы как-то жили все вместе. А потом, уже приезжая, допустим, в Башкирию, у меня были приятели, Дима Хидиатов, и вот тогда я понял, что есть какая-то изюминка, которую нам никто не говорил. И связана она именно с исламом, с тем, как встречают гостей, с тем, как вообще относятся к друзьям, относятся к родственникам. Мы немножко разные, но мы одинаковые. Так как же ислам относится к родственникам? Ислам, мы начали с исламу, и если перевести слово ислам с арабского языка, оно переводится как мир. И поэтому люди, даже приветствуя друг друга, друг друга, они говорят, ас-саляму алейкум, мир вам, о рахматуллахи, милости Всевышнего вам, о баракатух, и его щедрости вам. Когда мы здороваемся друг с другом, мы желаем друг другу мира, счастья и щедрости. И среди людей мы призываем к этому, мы не только говорим, мы призываем к этому, к миру. И это является нашей основой, мир, спокойствие в душе человека, и также его вести среди людей. Одним из таких мест, мы можем сказать, это кафе Халяль, где мы приветствуем друг друга, где мы собираемся, где разговариваем о мире. И ислам, он приносит людям мир и счастье. Должен приносить. Я вот много путешествую, и, кстати, в большинстве случаев, что Египет, что Турция, наша любимая, это страна светского ислама, и мы подчас себе там позволяем очень многое. И при этом мы там действительно реально отдыхаем. Так и страшен ислам, как его некоторые молюют. Ислам, в исламе есть. Конечно, почитав Коран, мы можем найти места, где там сказано, убивайте неверных. Мы можем также и найти места, где, говорится, относитесь. Вы, люди, являетесь братьями друг к другу и призывайте к добру и к милосердию. Поэтому не надо брать из Корана только то место, в котором говорится о войне или о вражде. В Коране много мест, где говорится о дружбе, о любви. И история пророка Мухаммеда об этом говорит. Он 13 лет призывал людей к миру. И только тогда, когда он переехал, его хотели убить, и он переехал. Он не открыл войну, он переехал в другой город. И когда переехали в другой город, чтобы его убить, уже тогда он дал отпор. То есть, если знать историю. В истории было так. И некоторые люди, то зная, то не зная, используют вторую часть жизни пророка Мухаммеда, в своих корыстных и некорыстных целях. Да, во всяких религиях это бывает. Но что приносит ислам в нашу жизнь? Какие праздники? Человек рождается, человек получает имя. Человек становится мужчиной, в конце концов. Человек женится, человек уходит из жизни, и его как-то же надо вспоминать. Какие вехи мы можем отмечать и делать это грамотно? Все дела человека, они разделяются на два вида. Это то, что халяль, и то, что харам. Халяль – разрешенная. Разрешенная пища, разрешенные слова, разрешенные поступки, разрешенные дела, разрешенные связи. Это от рождения человека до его смерти. И это все прописано в Коране. И шариат является образом в жизни человека, где прописано, что человек, когда рождается, что он должен сделать? Ему нужно, во-первых, сдать имя мусульманское. То есть, мы говорим мусульманское. Ему нужно дать имя с хорошим значением, которое было бы хорошее значение. И он, доходя до семи лет, родители должны ему дать знания о вере, о Боге, о жизни, о существе, вообще о человеке, в принципе. И потом его нужно женить или ее нужно выдать замуж. Это обряд Никаха. Это тоже прописано, как это должно совершаться, какие свидетели должны быть. И рождается, то есть, как формировать семью, потом, когда человек умирает, что он, что с ним сделать, как поступить, какие дни там, когда его вспомянуть, 7 дней, 3 дня, 40 дней, годовщину проводить. Это приносит нам, это ислам нам приносит, вот эти праздники. Культурный центр халял. Так правильнее можно назвать то, что реализовано на улице Набережная, в доме 16. Мусульманская библиотека. Возможность научиться правильно понимать смысл ислама и сама обстановка. С великолепной халяльной кухней и магазином халяльных продуктов питания. И объяснив суть халяльной, то есть правильной пищи. Есть определенные технологии и строго соблюдаемые принципы отбора чистого от избытка холестерина мяса. И кто вам сказал, что баранина или конина или телятина не может быть нежнейшим из мясных блюд? Это как готовить. Так вот, как готовить, здесь знают и умеют. Кстати, в отличие от ресторанных блюд, здесь всегда есть в наличии все приготовленное, томленое и свежее. То есть время вашего обеденного перерыва это минимум 30 минут, ну максимум час. Это если вы вместе с обедом решили устроить и праздник желудка. Сразу оговоримся, праздник для жизни со спиртным планируете провести в другом месте. Здесь чистое общение. И это тоже праздник. Мы можем жить сейчас в Магнитогорске, потому как и власть к нам повернулась, мечеть у нас, слава богу, достраивается. Сейчас есть места, где можно просто пообщаться, где можно поизучать. И не обязательно все это делать, ну, используя интернет. Есть люди, которые могут научить, правильно? Конечно. Можно организовать эти мероприятия, обучение исламу, обучение обрядам исламу. Не только обучение, само их проведение. Можно проводить там в мечетях, можно проводить в местах, которые специально для этого приготовлены. Вот у нас в городе, например, есть кафе, вот этот халяль, рядом с библиотекой, где можно провести сам обряд, прочитать молитву и прочитать книжку за тем же столом, за тем же обедом об этом. Также можно провести вот этот маулид, никах. Вот мы готовимся сейчас к проведению маулида, то есть дня рождения пророка Мухаммеда, салву ассалям. Ведь если мы... Главное, не переступать границы дозволенного. Главное, не уходить в харам, то есть не уходить в запретную пищу, не употреблять спиртное, там, одурманивающее. То, что человек решает разумом. Вообще, все законы ислама, они направлены на то, чтобы сохранить его человеческую натуру. Чтобы он никогда не лишался своего разума. То, что его отличает от другого животного. Покатавшись по многим деревням, селам и райцентрам, всегда после съемок ожидали плов, шашлык, бешбармак, шурпу и многое другое. И, как правило, все это было сразу и в одной юрте, либо в VIP-зале райцентра. И этой школе жизни я во многом благодарен Магнитогорскому корпорпункту ЧГТРК и его СОПКОРу. Потом уже, возвращаясь с песнями, сначала на служебной четверке, затем уже на комбинаторской «Волге», затем уже на своих иномарках, при подъезде к городу задавали вопрос. Но когда еще? Сейчас вопрос решен. Кафе «Халял». Здесь все те яства, которые ранее накрывались нам, телевизионным небожителям. И это не реклама, это факт. Но мы не будем говорить о том, что хорошая, качественная пища – это все-таки процесс неспешного приготовления. Правильно? Да. Потому как томленное мясо – это просто бесподобно. Вы прекрасно выглядите. Это благодаря чему? Благодаря правильному образу жизни, правильному питанию. Ну, я ежедневно обедаю здесь. Ежедневно обедаю здесь. Очень нравится, вкусно. Качественно обслуживает. Жаль, что воскресенье не работает. Жду воскресенье, понедельник, чтобы быстро приехать пообедать. Если не секрет, вы соблюдаете все религиозные посты и правила? Да, соблюдаю я. И очень рады, что открылось именно это заведение. С любого конца города едем именно только сюда. Ну и небольшой совет. Что здесь самое вкусное или здесь все бесподобно? Здесь все бесподобно. Самое главное, когда выбираешь по меню, не знаешь названия. Тут подошел к столу и сам видишь то, что выбираешь. Даже появляется аппетит от разнообразия блюд. Самое интересное, в каждой религии существует пост. Можно ли поститься и при этом, чтобы желудок не напрягался, и можно есть спокойно все? Ну, у нас в исламе свои каноны. Есть месяц именно, который надо поститься. В этот месяц мы постимся. И добровольно можно в понедельник, каждый понедельник и четверг, это уже добровольный пост желающих. Каждый понедельник и четверг. И вот такая фигура в таком, скажем так, прекрасном возрасте. Возраст мне 30 января исполнилось 45-5. Сам я с юга России, с Дагестана, горец. И очень рад, что открыли именно это заведение. Просто я как домой, в радость и с удовольствием наслаждаюсь именно этим заведением. Здесь, в кафе Халял, не забыты и те, для кого следование исламу и халяльным традициям питания создают проблемы в командировках и в дальних поездках. А и вообще вечером, когда это кафе уже не работает. Халяльная продукция в замороженном виде, колбаса и тушенка. Вот и сертифицированных производителей есть в наличии. И попробовав оную, и поглядев на ценники, скажем, великолепно. Как великолепно и все то, что готовят здесь. К вам, ну, не зарастает прям народная тропа. Да, причем, даже учитывая, что мы располагаемся на улице Набережной, в общем-то, это не проходная зона. Здесь постоянно автомобили. Секреты регулярного посещения и большого количества посещений, это что? Ну, дело в том, что меню у нас меняется не как во всех кафе, там, допустим, где-то раз в месяц, где-то раз в две недели. У нас меняется ежедневно. Есть блюда, которые есть постоянно, остальная часть блюд у нас меняется ежедневно. То есть, даже в течение дня человек может прийти утром и вечером, и будут абсолютно разные блюда. И второе отличие, это действительно от всех заведений нашего города, от кафе и ресторанов, у нас можно человек заказать не только целую порцию, но взять полпорции, тем самым попробовать одновременно сразу несколько блюд. А если я вечером приехал? Ну, просто нет времени, честно говоря, готовить не каждый сейчас может. Приеду я с собственной, ну, скажем так, кастрюлькой. Какие блюда меня ждут? Потому что я знаю, что все восточное – это продукт длительного томления. Ну, в общем-то, у нас вечернее время практикуется, у нас многие приезжают и берут с собой. То есть, у нас есть как бы и одноразовая посуда, есть посетители, которые приезжают со своей посудой. Но блюда у нас до 8 часов вечера есть полностью в ассортименте, как первые, так и вторые, так и сладкие, восточные сладости. Как в это сложное время, когда ценники буквально переписываются, каждый день не потерять клиента, не потерять качество приготовления блюд? Ну, на данный момент времени мы придерживаемся для того, чтобы стабилизировать ситуацию и для людей, и для себя. В общем-то, мы цены пока не меняем. То есть, на протяжении уже полугода у нас ценовая политика одна и та же. Посещение кафе «Халял» для многих стало уже традицией. Посещение кафе «Халял» для нас – это приятное открытие. Станет ли посещение этого центра и для нас, и для вас традицией? Решать, конечно, каждому. Но попробовав атмосферу спокойствия и попробовав эту кухню и этот правильный подход к жизни, рекомендуем часть времени проводить здесь, по адресу, улица Набережная, 16, кафе «Халял».